Маткульт, привет всем, дорогие друзья! Видели вот эту вот прекрасную сову? Она родом из Казахстана, родилась в селе Корнеевка, северо-казахстанской области. Была сделана детьми той школы, где я вел уроки в начале марта, и подарена нашему каналу. Ну и вот я решил, что сова это символ мудрости, да? Да, на секундочку, сова в Атеев это все-таки через А, поэтому здесь нельзя, так сказать, к сожалению, к себе применить. Но тем не менее, сова, символ мудрости. Сегодня у нас будет беседа, беседа про междисциплинарные исследования, и в частности про новые возможности для таких исследований на родном фистихе! Вот, и это будет как бы символом нашей беседы, она будет стоять и олицетворять собой все те возможности, которые появляются. Ну и, собственно, я передаю слово Денису Айвазову. Ну и ты как-то ведешь беседу, не знаю, да, что-то у меня спрашивает, что-то у Димы. Да, можно всех представить. Денис Айвазов, как тебя представить? Фистеха, что там? Ну, Фистеха это основное, там, ответственно за работу с партнерами, в общем, помогаю организовывать разные штуки. Отлично! Дмитрий Базанов! Здравствуйте! Так, Дима, как ты, какой ты роли? Я здесь, наверное, более всего в роли заведующего лабораториями дисциплинарного анализа социума, культуры и истории. Есть такая, Фистеха, школе преподной математики и информатики, Фистеха. Со мной мой заместитель Иван Сергеевич 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 Сергеевич. Здравствуйте! Да, мы расскажем про нашу магистратуру, которая нам кажется... Так, ну вот, соответственно, Ивана Сергеевича уже представили. И у нас... Радослав Нейчев. Я здесь тоже со стороны Фистеха и со стороны чуть более технических наук, скажем так, в противовес, не противовес, в дополнение коллегам. Там у нас были со всех сторон взгляды. Я занимаюсь образовательной программой на Фистехе, в первую очередь области искусственного интеллекта, машинного обучения и в целом радею за открытое образование. И тоже имею к этой магистрской программе техническое отношение, так что о ней поговорим. Вот, ну а сокращение у этой программы тоже очень классное. Маски. Маски, наконец, сброшены, но одна все-таки осталась. Она на Фистехе, в лице этой лаборатории. Да, у нашей лабы. Да. Мы думаем, что это... Да. Ну, интересно. Тогда, наверное, начнем нашу дискуссию. И стоит отметить то, что... Начать ее с того, а почему именно на Фистехе, на ФПМИ, Фистехшколе прикладной математики и информатики, появилась столь интересная и необычная затея про междисциплинарность, про гуманитаристику. И вот, в частности, в виде вашей лаборатории. Там, видимо, можно спойлерить на будущее. Смотрите до конца наш сегодняшний выпуск еще о магистрской программе. Почему оно появилось на ФПМИ? А ты хочешь какую версию? Спойлерскую или настоящую? Спойлерскую. Андрея Михайловича Рогородского и вашего покорного слуги. Ну и, естественно, с большого желания всех профессоров и сотрудников университета, которые тоже согласились переместиться на Фистех. Это мой ответ. Я еще, пожалуй, дополню. Фистех, это, с одной стороны, место новое. Но это место, в котором там очень мало бюрократии. Которая компактная. И если ты что-то хочешь сделать интересно, то тебе помогут это сделать. И в этом смысле на школе прикладной математики и информатики дела обстоят намного лучше, быстрее, чем даже в каком-то гуманитарном факультете. На каком-то там ристфаке, на филфаке. Ты просто приходишь и делаешь. Но, да, про бюрократию в МГУ мы просто даже здесь не будем говорить, чтобы не поручить, не чернить коллег. Нет, нет, нет. Да, естественно. Не станем. Тем более есть в студии сотрудники. Да, есть. В ДУ есть, не будем соответствовать. Да, да, да. Так что мы будем хвалить Фистех, а не ругать какие-то северные. Да, да. Ну и не только хвалить Фистех, но и в целом порассуждаем о том, вообще почему важно технарям знать какие-то гуманитарные вещи, а гуманитариям понимать хотя бы какие-то основы технических. Очень хороший вопрос. Что вы думаете, Алексей? Я вообще считаю, что человек должен быть разносторонне культурен. Вот внезапно сюрприз. Саватеев заявил, да, такое. Вот. И с одной стороны, я хорошо понимал всегда, что гуманитарий без математических хотя бы базовых знаний нелеп довольно. Ну, как бы как флюс такой, да, раздутый в одну сторону, но невозможно, да, говорить ни о чем серьезном, не сопоставляя какие-то цифры в процентах, да. Поэтому гуманитарий, который просто не умеет свободно владеть процентами, он уже не очень, в общем-то, гуманитарий, потому что он не может сопоставить те или иные события, происходившие в те или иные эпохи. Поэтому, конечно, это требуется как минимум. И, ну, процент это только начало. На самом деле есть огромное количество красивейших сюжетов начальной математики, которые гуманитарий способен понять. И я написал книгу «Математика для гуманитариев». Именно в прямом смысле слова, то есть для специалистов в гуманитарных областях, а не так, как вульгарно часто говорят «О, математика для гуманитариев, ха-ха-ха, ты гуманитарий, ты тупой». Ну, понятно, да, вот эта дурацкая логика совершенно, она непотребная, да, непотребная логика. Правильная логика такая, что человек с гуманитарным знанием получает от меня эту книгу и приобретает какие-то, ну, какое-то понятие о математике, какие-то там первоначальные, может разобрать первые шаги этой науки, ну и стать всесторонним, разным человеком. Теперь наоборот. Возьмем меня, человека, получившего математическое образование, там потом экономическое, но так или иначе от гуманитарного классического образования очень далекого. Значит, я постоянно чувствую ущербность вот в этом плане своем. И, в частности, хорошо заметна эта ущербность, когда вот ты сталкиваешься, ну, человек гуманитарный, он смотрит на ситуацию и говорит, здесь вот эта точка зрения не верна, потому что в ней все не так. Вот как бы ты слышишь, да, математик сразу говорит, что это значит, докажи мне, например, дай мне какой-нибудь пример, почему здесь не так. Вот, например, то-то, например, то-то, например, то-то. Нет, говорит человек, здесь не так все. И ты видишь, что, в принципе, ну, у него твердое ощущение, что он, ну, прав, да, он не лукавит, там, его коллеги подтверждают это. Но доказать не могут, это совершенно другой вид знания, не тот вид знания, который можно передать с помощью доказательства, листочком. Ну, я тут еще добавлю, я побывал в обеих стезях. С обеих сторон. Да, да, с обеих сторон, поэтому меня ругают гуманитария, меня развеют технари, потому что я ни туда, ни туда. Ни свой, ни чужой. Нет, нет, полукровка. Да, 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 осталось, осталось только в мед пойти, чтобы теми ненавидели. Ну вот, а в чем вообще особенность, в чем отличие каких-то таких гуманитарных вещей? Мне иногда люди спрашивают, а вот, вы знаете, зачем гуманитарий, вот, что он вообще нужен? Я говорю, вот, вы знаете, а следователи это тоже гуманитарий. Он, знаете, не по математическим моделям, у него отдельные улики только какие-то. Вы как хотите, чтобы вашим делом занимался хороший гуманитарий или плохой? Все как-то бледнеет и начинает говорить о том, что хорит хороший. Отличный пример, отличный пример. Вот. Пример на самом деле не мой, но он мне очень, очень нравится. Но особенность в том, в гуманитарных дисциплинах зачастую эти методы познания, он противоположен тому, что big data. Сейчас big data это вообще прекрасная сфера, где ты набираешь огромное количество информации, начинаешь видеть какие-то паттерны, которых ты вообще не видел. Но зачастую в каких-то гуманитарных дисциплинах, неважно, в археологии, например, в истории или, например, в политических технологиях, мы можем обладать только какими-то осколками информации, и мы никак не сможем увеличить их количество. И формально, вот, с математической точки зрения, человек, который так делает, он занимается каким-то безумством. Он находит какой-то осколочек и начинает свою такую умозрительную, умозрительную, умозрительную теорию, но, если она построена верно, то он, оказывается, прав. Человек находит трою, человек разбирается во влиянии каких-то элитных акторов, человек вдруг понимает, как какое-то событие произошло в истории. Вот сейчас в гуманитарных руках мы никак не можем увеличить количество информации, нам приходится очень глубоко в нее врезаться. И, собственно, междисциплинарность, мне кажется, она в том, что ты обладаешь и двумя подходами. Ты понимаешь, что у тебя не должно быть отторжения ни того, ни того. Ведь, в принципе, такой вопрос, что лучше, там, технически, гуманитарно, это вопрос неправильный. Если мы задаем такой вопрос, то мы уже сразу проиграли. Когда-то в Москву приезжал такой швейцарский, не то что специалист, это архитектор компьютер-сайенс, профессор Йорк Готхнехт, это товарищ Вирток, в общем, там, Паскалли, все такое, в общем, один из таких людей того поколения, которые создали на Майке. Я спросил его, вот, дескать, мистер Готхнехт, как вообще вот к языкам, были они у вас? Он посмотрел и сказал, ну да, разумеется, в гимназии мы изучали математику и древние языки. То есть, для человека не было в этом никакой проблемы. Мой вопрос для него прозвучал, прозвучал странно. То есть, на самом деле, когда мы говорим об образовании, мы на самом деле упираемся в школу. У нас в школе уже начинается такое значительное разделение. Странно будет? Нет. Я заканчивал физмат-класс. У нас, скажу честно, я вначале у него пошел только не вот это вот гуманитарное. Но вот судьба оказалась очень иронично. Очень-очень иронично. И гуманитарии шли в гуманитарный класс. Ой, там математика, это все сложно. И мне кажется, что проблема начинается уже отсюда. Что у нас есть по темным историческим причинам некоторая предвзятость. Она сейчас начинает заменяться. Люди начинают понимать, что нам необходим и тот, и тот подход. Если мы что-то видим, ну, понимаете как, вам как, хорошо правый глаз оставить или левый? Ну, давайте его поставим, например. Можно так, пожалуйста? Хорошо. Можно, знаешь, да, анекдот про Вовочку. У Вовочки начинают вести закон Божий. И преподаватель говорит, кто будет сдавать, значит, мне, кто будет плохо знать, тот пойдет в ад. А кто будет хорошо знать и сдаст хорошо, тот попадет в рай. Понимает руку Вовочка. А живым с ваших рук можно выбраться? Да, да, да. Вот. Но это замечательная точка зрения и то, что надо не противопоставлять их, хотя конфликты условно физики и лирики уже не одна сотня лет. Одна. 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 Ну, вторая идет на самом деле. Вторая идет. Вторая идет. И то, что начинались определенные споры еще там в конце 19-го. Ну да, да. Вот. И не надо это противопоставлять. Но тем не менее, вы сказали, что не как в Бигдате. Вот, Радослав, что ты думаешь на эту тему, как человек, который постоянно занимается Бигдатой? Ну, Бигдата, да, слово уже не сорвет какую-то плашку там того сервиса, на котором это видео. Я уже не знаю, какой это будет. Тем не менее. Короче, когда-то слово уже немножко постепенно устаревающее, видимо. Там Data Science, искусственный интеллект, машинопечения, неважно. На самом деле, если копнуть поглубже, я бы сказал, что в суть-то везде одна и та же. Потому что, когда человек на основе вот этого маленького осколка что-то анализирует, он это делает не в отрыве от всего. Вот осколок сам по себе в вакууме, сферический, вот ничего больше неизвестно. А сквозь призму собственного опыта, а у нас огромные априорные предпословки, у нас огромное знание о мире в целом, о культуре, о языках, обо всем. Именно используя вот эти знания опосредованно, человек может уже сделать какие-то выводы. В этом, на самом деле, проблема современных методов искусственного интеллекта, большинства, они основываются только на тех данных, которые мы туда заложили. У них нет доступа во внешний какой-то источник знаний, по крайней мере, ну, по-разному можно туда получить доступ, но какого-то эффективного способа этого делать нет. И поэтому единственный, скажем так, легитимный и рабочий четкий способ агрегировать кучу информации воедино, это человек. По сути, у нас даже интуиция по многим гипотезам так и работает, мы агрегируем кучу знаний одновременно, и вот у нас где-то там в недрах нашего сознания рождается ощущение, что вот это решение правильно, мы пока даже не знаем почему, но некоторые там механизмы предподсчета сработают. Так что противопоставлять я бы не стал, а скорее это две стороны, даже ни одной медали, это две вещи, одно и то же в существе, просто одна глубже, другая выше. Мы еще не добрались до сознания человека во всех этих машинах, они пока что только на вот дано, посылка, собственно, решение. Вот они на дано умеют работать, вот у нас какое-то нечеткое знание дополнительное, сверху вядающее, туда не попадает. Ну то есть по факту и сейчас многие боятся, ой, искусственный интеллект, там нас их заменят, там и так далее, но это же именно инструмент, который решает поставленную задачу, на чем данные обучили, к тому и применили. На эту тему у меня есть замечательный комментарий, вот артист, аббревиатура ИИ, вот есть, скажем так, расшифровка искусственный интеллект, есть расшифровка от Константина Челова-Чеворонцова, имитация интеллекта, есть расшифровка от сообщества, искусственный идиот, потому что пока что на самом деле он умеет еле-еле решать те задачи, которые он тренировали, конечно, там в машинном переводе, где-нибудь в картинках, в беспилотнике, решает хорошо. Но если на дорогу выбежет собака в костюме утки с трехметровой мачетой на спине, то скорее всего беспилотнику будет фасадок крайний и понять не имеем, чем мы с ним будем. Скорее всего, если он хорошо обучен, то он ее просто объедет все равно как препятствие, но тем не менее это будет абсолютно аномалия для машины, потому что такого раньше никогда не было. То есть именно поэтому человека нельзя заменить, если он достаточно опытен по жизни, у него широкий кругозор и он может ориентироваться. Будем на это надеяться, пока нельзя. Пока нельзя. Технологическая сингулярность. Слушайте, если сразу у Коля слова перешло, я бы хотел добавить насчет краски гуманитарии, технарии и так далее, касательно школы. Мне кажется, большая на самом деле беда вот этого разделения в том, что вообще фундаментальное образование, ну что фундаментальное, это фундамент всего. Но, к сожалению, зачастую кому-то повезло в школе с учителем по математике, и математику хорошо преподавали. Кому-то с учителем по истории. Я, например, в школе терпеть не мог историю вообще, потому что это было зазубривание дат. Мне было абсолютно индифферентно, в каком году какой-то там царь пошел куда-то, потому что это не событие, а причин и следствие. Это вот он пошел туда, сделал тут, да мне все равно, куда он пошел, абсолютно. А ту логику, что на самом деле там были люди, уличные процессы, какие-то движения и финансов, и политические действия, это все, во-первых, пятикласснику это абсолютно непонятно, и там даже в десятом классе еще это можно нормально осознать. А во-вторых, это никоим образом не рассказывалось. То же самое у моих товарищей было с математикой, им там рассказывали, вот на ноль делить нельзя. Почему? Потому. Потом узнать, вырастить узнать. Хотя это уже такой хороший вариант, да. Было вообще, что нельзя и все. Логарифм это логарифм. Учителя сами не знали просто. Ну типа, то есть проблема того, что фундамент у многих отсутствует, она существует, ее, конечно, надо решать, и поэтому университетское уже образование, в том числе, пытается это чинить. Вообще университета же у нас по умолчанию, вроде, предлагают, как раз таки, фундаментально, межрисциплинарное образование. У нас там и философия стоит в обязательном порядке, если это университет, ну, кроме раньше так было, и истории и так далее. Это замечательно. Так что учиться интересным вещам внезапно интересно. Неважно, это гуманитарные науки, медицинские, технические или вообще что-нибудь новое. Ну, кстати, вот сюда, прошу прощения, ты правильно как раз задал то, что в школе самой ставится этот выбор безальтернативный. Либо, извините, либо правый глаз, либо левый. В моем случае, на самом деле, повезло то, что и по истории преподавали так, что это не просто зазубривание дат, но есть предпосылки, причины, поводы, следствия. И ты смотришь на это, это же вот как и в той же математике у тебя есть какие-то аксиомы, есть теоремы, ты дальше доказываешь, продвигаешься по понятным законам. Это под Орлом частная школа Анны Леонардо. Замечательная абсолютно. Уж частных школ, интересно же, а? По сути, вот эта школа... Ну, или как сказать, в каком смысле земляки, потому что мой папа Зинценская. Ну, почти, да. Орловская область. Узнали, что земляки. И то есть, вот если вам повезло условно в школе, там, или даже в УЗИ, там, с преподавателями, что вам не ставили вот эту безальтернативщину, потому что я там изначально по условно-математической ветке пошел, потому что там физмат больше нравился. Но при этом историю, ну, с одной стороны, не было ни варианта не ботать, потому что это было, преподавала директор школы. С другой стороны, на самом деле, это тоже очень четкая история. И вот иногда складывается впечатление, что искусственно заставляют технорей и гуманитариев друг друга ненавидеть на противоречиях, а они должны объединиться. Да, вот вообще, мне кажется, что многие проблемы тут в связи с тем, что математику, вот мне кажется, вот тут Алексей Дмитриевич подтвердите или нет, математику, все-таки процентном соотношении, все-таки чаще преподают хорошо в школе. Мне кажется, что легче найти хорошего учителя по математике, чем хорошего учителя по истории. Это очевидно является следствием советской истории школы, в рамках которой гуманитарного просто, ну, более-менее не было, кроме научного коммунизма и атеизма, которые сложно назвать какими-то серьезными дисциплинами. А математика была на высочайшем мире уровне, поэтому ясно, что это все, как бы мы, ну, это все наследие тех времен. Да, да, мне кажется, что зачастую, у меня тоже на первом курсе была, допустим, история. Привет уральскому горному университету. У нас была история, 400 человек, огромная аудитория, и в тебя просто выбивают даты. Привет уральскому горному, замечательный вуз, но на первом курсе у нас были все эти гуманитарные предметы, тихо-ненавидимые всеми четырьмя факультетами, это было единение. Вы знаете, это неправильно, потому что когда тебе читают историю, большой актовый зал огромный, 400 человек, и в тебя кидают даты, 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 даты. Ты ходь, ты сидишь, ты же, господи, когда же кончилось? Придумай же какие-то люди истории, зачем это? И же потом, когда там лет, не знаю, через 3-4 года, когда я там стал постарше, стал интересоваться, господи, как это оказывается интересно, как это необычно, как это, ты ведь начинаешь видеть параллели, не просто какие-то абстрактные, ты видишь параллели со своей работой, с безопасностью, потому что безопасность на самом деле это гуманитарное знание, потому что ты можешь спроектировать какой угодно классный датчик для метана, но если ты построил свою работу так, что у тебя рабочие, например, обматывают его полиэтиленом, чтобы он не пищела, зараза, пищит, то, ну, вся твоя техническая работа, она была сделана за это, реальная история абсолютно, и ты начинаешь понимать, что тебе нужно видеть, как устроено общество. Причем, вот здесь очень похоже с тем, о чем говорил Радослав, что это не прямые обязательно данные, не то, что ты открываешь учебник истории, это написано, в такой-то ситуации поступает так-то и так-то. Ты скорее читаешь, и вдруг потом замечаешь, что эти по ситуации какие-то оттенки, ага, так вот оно как было. Прямых, наверное, ответов нету, что, хотя есть интересные практики, были в древности практики, например, в одном использовании Греции, когда архитектор что-то хотел построить, у него, прежде всего, оценили его имущество. Вот, допустим, хотел он построить что-то на, не знаю, там, тысячу драхм, у него смотрели, имущество тысячи драхм, отлично. Если он построил все хорошо, ну, молодец, если нет, то у него все деньги забираются от имущества. То есть, мотивация, мотивация. И очень важно, когда ты вообще погружаешь историю, ты начинаешь понимать, что люди были в очень ограниченных средствах, в материальных каких-то не было таких систем, но, тем не менее, они справлялись со своими проблемами. Это заставляет думать. Ты понимаешь, что на самом деле у тебя не все так плохо, в общем-то. В ограниченных ресурсах приходится размышлять, и когда жизнь конечна, надо еще что-то интересное за нее успеть сделать. Но возвращаясь к основному вопросу предыдущему, Дмитрий, а что вы думаете, как человек с богатым, скажем, гуманитарным бэкграундом, но при этом активно работающий с технарями, уже не один год в техническом вузе, и при этом активно взаимодействующий в этой системе, возможно ли подружить технарей-гуманитариев, и тем более сделать это в одной голове, например? Вот в одной голове важнее. Дело в том, что как бы подружить междисциплинарные исследования, когда собираются специалисты из разных наук, честно говоря, много раз уже пытались такие консилиумы собирать, и все как-то наглухо. А вот нужно посеять в одну голову. Я какой-то момент понял, что всестороннее развитие должно быть в одной голове, и тогда действительно люди смогут друг друга. Я могу привести здесь свой любимый пример, люди знающие меня давно уже, может быть, от него устали, но я нашим зрителям об этом расскажу. Когда я для себя отвечал на вопрос, как преодолеть проблему разделения на технореи гуманитариев, которая лично мне всегда казалась искусственной, поставленной, я в какой-то момент вдохновился некоторым человеком. Вот недавно на одном из интернет-аукционов я видел лот, он дороговат, к сожалению, не получилось взять. Представьте себе бумажка, это список игроков студенческой футбольной команды Тенишевского училища Петербург, десятые годы двадцатого века. Среди них есть вратарь, это студент биофака. То есть он занимается биологией, у него хобби чешучие-то-крылые, ну, вернее, не хобби, а фокус его интересов научных, и играет в футбол. А в Тенишевском училище, несмотря на то, что оно коммерческое, то есть частное и такое не очень, как бы, рейтинговое, оно очень крепко дает биологию, химию и физику. И смежные дисциплины, например, астрономию. Вот сидя на астрономии, этот человек пишет стихотворение, в котором, если расставить рисунок ритмических ударений, этот рисунок образует созвездие Большой Медведицы. То есть вот он так развлекается. Потом случается революция, и человек вынужден из России уехать. Но его с начатым образованием в Петербурге, в коммерческом училище, без проблем берут в Оксфорд. И он доучивается там по биологии, по своим любимым бабочкам. А потом он переезжает в Штаты, дает лекции по литературе и составляет энтомологическую коллекцию в Гарварде. Она до сих пор там в музее хранится и имеет, как мне говорили коллеги, ненулевую научную и образовательную ценность. То есть бабочки там восточного побережья, бабочки западного побережья. А в свободное еще от преподавания научной работы время он немножко пишет повести и романы. И зовут человека Владимир Набоков. А, я все пытаюсь понять про кого-то. Именно повестями и романами он себе отвоевывает место в вечности, в великой русской литературе. Но его хобби – бабочки. Он дегнарь или гранитарий? Он не поймет вопроса, если ему из нашей сегодняшней реальности задать вопрос. Какой у тебя глаз? Выше этого. Это просто человек, который, а, занимается тем, что ему нравится, б, делает это хорошо, в, даже если в его жизни случаются обстоятельства, казалось бы, непреодолимой силы, все равно преодолевает их и находит возможность заниматься тем, что ему нравится и делать это хорошо. А потом к нему уже приходит, там, или не приходит признание и слава, но он явно не за этим гонится. То есть это не первично, да, получилось хорошо. То есть мне всегда казалось, что было бы здорово, если бы было такое место, где люди, обладая инструментарием из технических и точных наук, могли бы, опираясь на человеческую историю и ее преломление инструментарием гуманитарных наук, самостоятельно ставить цели себе достаточно большие в своей жизни и для всех окружающих их добиваться. То есть мне кажется, что сплав из вот этих двух видов знания дает в итоге способность к самостоятельному целеполаганию. А то, что человек, вернее, если он при этом опирается еще и на хорошее гуманитарное знание, не устаревающее, повествующее о каких-то достойных людях, периодах и государствах, то велик шанс, что он вот это свое целеполагание употребит на изменение мира к лучшему для окружающих. И тут мы подходим к нашей Марии. Вот, да, как раз я хотел сказать, как же хорошо, что внезапно в этом году появилось место, где этим можно заниматься в рамках магистратуры, на физтехе, с крутыми преподавателями. И дальше, я думаю, вы можете... Выпускники этой магистратуры не будут понимать, что за вопрос, да, гуманитарий, ты... Мы очень надеемся, что разучим. Всесторонний раз ты человек, точка. Да, меня, кстати, тоже меня выбешивает, когда говорят, я гуманитарий, я не понимаю этой формулы. Если ты гуманитарий, расскажи мне во всех подробностях историю древней Греции, точка. А почему ты при этом формулы не понимаешь, я не могу понять. Напряжешь мозг, не слабо, что ли? Ну, понятно, да, то есть это как бы такая вот отмаза, отмаза. Я гуманитарий в том смысле, что я не хочу, мне лень разбираться с формулой. Ну и школа, это очень ставлено. В школе начинают, где-то классы с третьего говорят, ну ты же гуманитарий, ты сегодня ничего не поймешь. Я тебе реактива не дам, реактива у нас там три, я их дам, медаль, если ты будешь. При этом... Позорно, позорно. Наверное, мораль такова для наших слушателей, особенно, не надо себя ограничивать, даже если вам там в школе, в вузе не повезло с учителями, не ставьте крест на науке и направлении в целом. То есть это важно. Вообще на самообразование. Я еще хочу еще сказать. В школе я все это прогуливал, честно скажу. Абсолютно я не понимал этого ничего. Я был маленький, инфантильный, расти начал лет 17. И я потом после школы ощутил постепенно, стал ощущать вот эту вот нехватку, как истории, так и нормальных, так сказать, как нормальных книг, не прочитанных вовремя. Вот сейчас я уже там полтора года читаю одну и ту же книгу. Правда, я параллельно читаю книг 10, поэтому так медленно. Но вот книга, она глубоко гуманитарная. И мне каждые там две страницы, вот я прочитываю, я понимаю, что сегодня на сегодня хватит. Я не могу больше съесть. Притом, что у математических книг серьезного уровня, у математических книг. Иногда я могу и по 4-5 страниц съесть за ним. Бывает так. Но в данном случае речь идет просто о художественной книге. И я не могу съесть больше двух страниц. То есть я гуманитарно не одарен. Не одарен. Бывают гуманитарно одаренные люди, гуманитарно не одаренные. Но это не оправдание, чтобы я не знал этого. Совершенно верно. У тебя есть целые бабочки, которых ты любишь. Да, это совершенно верно. В которых я быстрый. А здесь я медленный, но я стараюсь. А книгу, если вдруг всем интересно будет узнать, эта книга называется «Лавр». Написал ее Евгений Водоваскин. Уже дочитываю, осталось чуть-чуть. Но она мне очень тяжело идет. Очень тяжело. Я прям буквально, вот так как иной из вас, может быть, будет так читать мат-анализ, не имея математической одаренности, так же я читаю эту трудную книгу и восхищаюсь, так сказать, гениальностью автора. Вот. Ну что, надо, наверное, всех позвать. Программу просто, да? То есть, коллеги могут рассказать подробнее. Ну, последнее, что, может быть, еще нужно подчеркнуть, что не только мы об этом задумывались, вот почему мы здесь и в таком качестве. Физтех в целом и физтех-школа наша замечательная постепенно приходили к осознанию того, что физтех, во-первых, находится в совершенно слепом пятне для коллег из гуманитарных дисциплин. Это влияет на международные рейтинги, начиная с этого. Во-вторых, выпускники, ну, хорошо, ну, там, ринцы и все остальное. Это что-то же будет. Историки не знают, а надо, чтобы знали. Ну, то есть, невозможно в какой-то момент становиться большим знаковым университетом, не растя в этом полушарии, в полусферу. Просто замечу, что у того же вуза MIT, то есть, наверное, никого не будет вопросов, ну, какой-то там вузишка, да? Но вот у MIT, собственно, отдельный департамент классических языков. Древнегреческий, латинский студенты берут, там, это развивается. У них нет никаких вопросов. То есть, специализация, специализация, а база, база. Да, они не стали говорить, что, знаете, для рейтингов это не надо, зачем тратить деньги, давайте я ищу что-нибудь. У меня возникло вопросов. И когда мы возьмем, там, любой зарубежный университет, которому, уважаемый, там тоже не будет никаких проблем. Да, у нас есть и замечательная физика, и замечательная математика. Тоже у нас есть, допустим, там, английский язык, история, еще какие-то вещи. И для людей это рядом. Нет никакого противопоставления. Ты можешь погрузиться туда. И с другой сферы могут люди сместить свою специализацию в более техническую. Это очень важно, чтобы мы ходили в другом гости. Раньше, вот, извините, недалеко от МГУ, было такое место, это сейчас в советское время, в начале 90-х, где все приходили общаться. Молодые люди. Биофак, Филфак, Мехмат. Мехмат, все правильно. Это у вас, Махмемат Мех, в Петербурге, в Петербурге, в Петербурге. Да, да. В Москве и в Новосибирске Мехмат. Ну вот, и люди просто болтали, говорили, а у тебя чего, а у тебя чего. На самом деле из этого выросло очень большое количество коопераций. Нам нужно такое место, где люди, а у тебя, а расскажи. Да, это очень круто. В УРФУ у нас был какое-то время очень классный семинар по проблемам как раз искусственного интеллекта. Туда приходили, собственно, и математики, и разработчики. Приходили философы, когда философия сознания, историки. И, вы знаете, этот семинар оказался только полезным. То есть буквально час вечером все люди оттуда выходили просто в сторону глаза. Даже несмотря на то, что... Преисполнение. Да, абсолютно преисполнение. Не за годом, какие годы, где он сейчас действует, нет? Это было, по крайней мере, в 15-м году этот семинар был. Не знаю, что с ним сейчас. Но это было очень полезно для всех участников. Каждое из этого... Это было трамплином для многих людей. То есть на самом деле то, что у нас есть лаборатория, там, и вот магистратура, скажем, это отчасти, по крайней мере, средства вот этого семинара, на котором там, ну, прошло 8 занятий. Да. Ну, это как раз вот рассказ про то, как междисциплинарные взаимодействия налаживаются человек-человек. Человек-человек. А мы сейчас пытаемся вылезти человека-человека-человека. Я договорю немножко, просто мне интересно, но мы сейчас упустим. Давай, давай. Фистех захотел видеть себя в глобальных рейтингах, ну, или там, общероссийских рейтингах, теперь неважно. То есть быть выпуклым со всех сторон. Школа поняла, что нашим выпускникам мы делаем прекрасных разработчиков. Они начинают расти. И вот на каком-то этапе они сами говорят о том, что здесь мне чего-то вот не хватает, не додали. Ни в инструментальном плане, они прекрасно кодят. И вот человек кодит, 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 а дальше ему нужно организовывать тех, кто кодит, а потом ставить задачу тем, кто кодит. И вот на этом уровне возникают довольно часто проблемы. И люди не всегда могут их локализовать внятно, то есть чего именно вам не дали. Но говорят, что нам бы чего-то было. А наша версия, наша гипотеза состоит именно в том, что это как раз лежит в гуманитарной полусфере личности. И коль скоро мы не можем показать математически выверенный рецепт, как воспитать прекрасного темлида. То есть отличный кодер, который через 5 лет с гарантией станет темлидом. Мы хотим сейчас стартовать, опираясь на бесскверное по академическому качеству гуманитарное знание, не устаревающее. То есть мы делаем магистратуру, в которой примерно четверть объема занимают классическая история, классическая филология. И латинский язык, если его выберет студент. Да, мы решили все-таки не поступать. Мы решили отказаться от истории, когда мы что-то прям навязываем. Нет, отказаться от истории плохо звучит. Хорошо. История примерно будет обязательно, да? Да, от того сюжета. От сюжета, когда человеку навязывают какую-то вещь, за это спасибо за счет, да слава. И у нас будут гуманитарные блоки, он на самом деле достаточно компактный. Понимаем, что большой технический блок, предметы по машинному обучению. Много математика. То есть здесь, ну вот, все лучшее, что только может давать физтех, чем он, в общем, славен. Достаточно большой трейд, наверное, программы – это сюжеты про управление. От людей, которые уже сталкивались с различными задачами в бизнесе, будут приходить люди ввести эти предметы. Это те люди, которые сами заканчиваются из тех, которые сейчас являются руководителями, как в различных айтишных компаниях и не айтишных компаниях. Чтобы человек уже сразу же видел, с чем он придется станкуться в реальность. Потому что синдром свежего выпускника, который хочет передать весь мир, он знаком. Он приходит, и его погружают в реальность. Так вот мы хотим... Опускаю, так это называется. Термины разные. Субстанцию реальность. Да, и мы хотим, чтобы это происходило все-таки с поддержкой, чтобы человек уже знал, что происходит. И очень компактный сегмент – это история Рима, история Греции. Это основа римского права. И еще очень интересный двойной блок философии – это философия античности и философия Востока. При этом, что очень важно, коллеги, мы выбирали на эти предметы не людей с большим хиршем. Мы выбирали на предметы не просто там, не только по званиям, не только по легалиям. Мы принципиально выбирали тех преподавателей, которые рассказывают очень интересно. Тех преподавателей, которым, ну, когда же будет следующая пара, ну, где же, где же, где же. Если вы смотрите какую-нибудь там популяризацию, там, постнауку, еще что-нибудь, то, ну, я думаю, что здесь будет, наверное, не хуже. Мы ищем интересных преподавателей с огнем в глазах, потому что мы знаем, как легко погасить вот этот интерес у человека, который всегда занимался математикой. Ты им показал что-то скучное, например, ну, да, Господи, опять то же самое, что на первом курсе, опять скучать, мы хотим всеми силами этого избежать. Да, вот хотелось еще по предыдущей теме немножко вернуться и спросить мнение Радослава, и потом мы вернемся обратно к программе, как раз куску, скажем так, более техническому. Завершающий я хочу сказать еще одну вещь, но потом. А, ну, хорошо. Вот, Радослав, как человек, который обучил машинному обучению, извините за тавтологию, сотни человек и десятки человек еще в рамках своей магистровской программы, которая, кстати, онлайн и читается на английском языке. Не знаю, ссылочки будут в описании, мы все поделимся, все будет, ребят. Все будет. Вот, расскажи вообще, почему не стоит, наверное, или стоит, там, только техническим учителям, или все-таки хорошо, что такая программа междисциплинарная собирается, как это влияет на тем лидов, там, в сфере анализа данных. Ну, сказать, как это влияет на тем лидов, я вряд ли могу, потому что пока она никак не влияет, она пока создается. Ну, в целом. Ну, в целом-то, я так скажу, технари, не технари, как бы люди рано или поздно все равно сталкиваются с необходимостью понять, а как в этом мире вообще жить, потому что уметь хорошо ходить, знать математику, там, физику, неважно, на каком-нибудь ускорителе работать, замечательно, но работа – это работа. А еще есть межличностное взаимодействие, семья, друзья, вообще в мире происходит зачастую что-то, и хочется человеку как-то понять, что происходит. И многие приходят к тому, чтобы разобраться своими путями. Кто-то книжки читает, кто-то ведет пространные вечерние кухонные разговоры. Я, в свою очередь, например, на младших курсах я резво и резко выступал против психологии со словами, что это не наука. Потом я обнаружил пару каких-то просто публикаций в интернете, где я увидел внезапно себя, и думаю, так, кто-то это написал, это описывает меня, значит, это не чушь. Ну, в итоге, с моим, скажем так, непосредственным участием на физтехе запустился уже годовой курс психологии, на который наши же физтехи и технари пришли, и с радостью, как я, надеюсь, и вижу в их, собственно, реакции, потому что курс факультативный, ходят, слушают и участвуют. Так что разобраться-то в вещах, которые нас с вами определяют, по большей части, всегда полезно. Другое дело, что у кого-то эти вопросы закрыты просто-напросто на каком-то глубоком уровне, и у человека потребностей нет. Ну, вот примерно понятно, и так на ктовом уровне, что там в политике происходит, в истории, как, не знаю, там, с семьей общаться с противоположным полом, но нет у человека запроса, ну и не надо. А если у человека запрос есть, тут возникает вопрос, а куда идти? Ну, я, например, для себя открыл вот историю заново пару лет назад просто по роликам на ютубе, или что у нас там сейчас заблюрено. Потому что есть куча... Чьи, чьи ролики? Ой, на самом деле много разных. Вот из последних мне понравилось ролики Клима Жукова посмотреть про городские. Грецию помогут были и так далее. Ну и плюс про историю, например, Дмитрий Ветров, замечательный математик и преподаватель вообще по Абайсовскому методу. Дмитрий Ветров. Ветров, да? Да, Ветровская группа по Абайсовским методам, одна из ведущих в России, наверное, если, скорее всего, ведущие в России. Если мне не изменяет память, он читает классные лекции по истории, математикам. Так что, почему бы не совместить приятное с приятным, полезное с полезным, потому что все одно и то же. Ну а насчет... Да? Да, да, да. Ну а насчет того, что всему этому учиться, это еще, скажем так, мое внутреннее рвение, которое, мне кажется, здесь все присутствующие разделяют. Образование по-хорошему вообще должно быть открытым, общедоступным. И поэтому мы тоже уповаем краски на то, чтобы материалы, лекции и так далее, записи были доступны, в принципе, всем тем, кто хочет учиться. Понятное дело, что все равно есть факт поступления, есть отбор и так далее. Но университет, он же не только материал, на самом деле, дает, потому что книжки, они и так по факту, все, что мы расскажем, оно всегда есть где-то в книжках. Вопрос только эти книжки потом найти и правильно прочитать. Университет дает еще возможность, а, оказаться в сообществе таких же замотивированных, я надеюсь, людей, и, б, людей, которые готовы, по сути, за руку провести и показать, куда именно смотреть, причем есть возможность взаимодействия. В этом принципиальное отличие от той же самой, не знаю, там, куча про платформ онлайн образования. Ну понятно, да, конечно. Потому что иначе ты посмотрел видео, вот у тебя вопрос вот отвесит, и все, его деть некуда. Его можно только сидеть, как переваривать там всякие форумы, конечно, и так далее. Вот в этом отличие, по сути, образования в потоке, ну и плюс всякие дедлайны, тебя все равно подталкивают заниматься и так далее, не у всех хватает той-три мотивации. Короче, это я к чему. На самом деле, если это всем интересно, то большинство моих личных материалов, там, моих коллег вообще в открытом доступе, так что тоже рад этим делом делиться. И как Денис задал вопрос, собственно, у каждого, я думаю, в какой-то момент появится потребность, и вот когда эта потребность появится, хорошо бы, по крайней мере, чтобы где-то на задорах памяти висело, куда начать смотреть. Я не говорю, что вот наша тут инициатива, она единственная. Нет, конечно, их там десятки, сотни, и большинство из них, наверное, хорошее. Ну, некоторые из них хорошие, ладно, про большинство не знаю. Но при этом одно и большее, почему бы нет? Вот по моему опыту еще общения там с моими сокурсниками, там, недавними выпускниками, или наоборот, ребятами на младших курсах, появляется этот запрос. То есть как-то все сначала очень тактически мыслят, вот там, особенно, там, сдать ЕГЭ, там, первый гешталь, закрыли, дальше мыслим на один семестр, там, типа, закрыть семестр, сдать сессию, закрыли. Так 4 года еще тянется более-менее, потом в магистратуре. Но потом люди начинают задавать чуть более глобальные вопросы, а что в целом по жизни происходит. И вот, условно, когда, там, следующий гешталь, там, довольно типичный, это, там, начать работать, начать работать, там, более высокую зарплату, там, продвигаться, а вот где-то, там, на уровне middle, ребят, появляются вопросы, а как жить? Ну, то есть, они заботали, там, фундаментальную математику, там, весь матар, пробу. Все заботали, а жены все нет и нет. Да даже, вот, бывает, бывает, жена, вопрос, что делать, по жизни, в целом вдвоем по жизни, там, он и людей остается. И вот, как раз-таки кажется, что, вот, это так, надо исправлять, ну, как, понятно, что тактически, там, гешталь-то закрывать, а какие-то действия делать, потому как в карьере продвигаться, там, потому как сессию закрывать, там, что-то еще заботать, там, или просто заниматься своими интересами, это хорошо. Ну, вот, с ответами на какие-то чуть более глобальные вопросы, наверное, помогает, прежде всего, общение, там, с людьми, причем из разных направлений, из разных дисциплин, условно, там, крутой топ-менеджер, он может рассказать, как быть крутым топ-менеджером, но не только. Он может просто поделиться каким-то жизненным опытом и, например, увлекаться, там, я тоже общался недавно, увлекаться историей Греции. И в какой-то момент это очень вдохновляет, или там даже просто какой-то разный опыт, он полезен в целом по жизни, и вот кажется, что такие междисциплинарные активности, там, какие-то альтернативные пути, кроме вот этой основной магистрали, по которой вы едете, там, условно, от стажера до сеньора, надо еще что-то в себе развивать, ну, так, чисто на всякий случай. Денис, я добавлю, побочные квесты иногда оказываются главными. Да, да, вот в играх, обычно, почему-то в играх люди на сайт-квесты тратят все время, а потом проходят основную линейку, а в жизни они стремятся, как это называется, заспидранить, и очень быстро пройти вот эту основную ветку сюжета, там, достичь, там, уровня сеньора, обеспечить себя, там, машиной, квартирой, там, женой, а потом спрашивают, а что я вообще хочу? Ну, вот, я, как бы, наверное, ну, вот, если завершить, там, технические детали, я думаю, что мы просто поместим в описание, зачем сейчас проговаривать, куда и как подавать магистратуру, это будет, наверное, в описании, да, все. Вот, а я просто хочу сказать, что наш главный, Андрей Михайлович Ягородский, никто, наверное, ну, вот, не знает, он глубоко гуманитарно одарен, он совершенно, он начитан до этого самого, до дыр, начитан весь, насквозь, и знает французский в совершенстве, и, как бы, вообще, человек, ну, именно всестороннего развития, вот, и, может быть, поэтому мы здесь при нем и есть. Да, более того, он математику считает не вполне не гуманитарной дисциплиной, а отчасти гуманитарной. Ну, то есть, он, да, он говорит о том, что математика без философии греческой, она бы не родилась всесторонний человек, и все, такой вот, который вот, каждый может брать себе Андрея Михайловича за пример и стремиться к нему. Так что, поступайте, катарсис. Будь, как и Андрей Михайлович, катарсис. Главное, чтобы не кто-то было, ну, да. Кокнуть, нет, не кокнуть, это мы не обещаем, кокнуть, на физтехе любая программа кокнет вас, это, как бы, тоже полезно. Это полезно. Вот сейчас, там, условно, был тренд на сильную, там, основательную продуктивность, вечную занятость, и вот, когда кокнуло в самой верхней части, люди уже начинают прям прочувствовать и осознавать, что не надо себя прям загонять. Загонять не надо, нет, 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 нет. Надо вдумчиво двигаться по жизни, и идет тренд, наоборот, на то, чтобы двигаться, как действовать более интеллектуально, но при этом меньше забивать свой график, время, жизнь и так далее. Это тоже очень важно. В России надо же долго, не нам не сказано, думать. Толго, долго, содержательно и вдумчиво. А не то, что прожил там, что-то по каким-то законам написанным кем-то. Выбурил всякие тайны. Как собака, да. Нет, это не наш путь. Да, именно так. Ну что, тогда на этом завершаем, да? Да, почему? Кто ничего не хочет добавить? Спасибо, ребята. Маткульт, привет! Спасибо.